Вообще поможет этот мост разгрузить магистраль? Юлия, этот мост, несомненно, улучшит дорожную обстановку в той части города. Он разгрузит Петербургское шоссе, он разгрузит доблести. И то, что дальше нужно раскрывать, открывать дополнительные улицы, открывать проезд дальше на север, на северо-восток, это несомненно. Но мост это очень хороший шаг вперед. И я хотел бы обратить внимание на экологический аспект. Для Красногвардейского района характерны превышения показателей по оксидам диоксидного азота. 85% выгрозов загрязнения воздуха от автомобильных транспортов. С этим мостом нам во всех смыслах этого слова станет легче дышать. И еще один момент. Мост на многие месяцы, на несколько лет дал работу многим сотням людей. А в строительстве, каждое рабочее место в строительстве дает от 5 до 10 мест в смежных областях. Нам нужно больше инфраструктурных проектов. Это наша заработная плата. Это социалка. Это совершенствование всех условий жизни в нашем городе. Нужно привлекать частный капитал, создавать государственно-частные партнерства в ГЧП. Так, как сейчас делается западный скоростной диаметр. Нам нужно больше инфраструктурных проектов. Больше мостов. Больше разрезов. Больше новых дорог. Плохо работают. Не дорегулированы как-то светофоры. Но это, наверное, к дорожникам. А вот то, что дорога-то дальше не сделана, это что? Работа на будущее получается? Еще есть что делать? Юлия, после каждого ввода такого инфраструктурного объекта идет доводка дорожной сети. Перенастройка, регулировка светофоров. Но каждый светофорный переход, каждый светофорный перекресток – это своя проектная документация, свое согласование. Мгновенно это не делают. Сейчас изменятся транспортные потоки, будут измерены новые параметры транспортных потоков, и под них будет отрегулировано дорожное движение. Это нормально. Мост – это будущее, шаг вперед. Все-таки вот для этого проекта инвесторы сдали мост почти на три года раньше заявленного срока. Вот у нас есть такая информация. Не повлияло это на технологию, не опасен ли этот мост? Нет, это стабильное, стандартное проектное решение. Старая железобетонная конструкция. Прочная, надежная бетонная опора на слайном основании. Мост будет стоять на веках. А как все-таки это на экологию-то повлияет? Все-таки машин будет ездить больше, получается, выхлопных газов тоже будет больше, жителям местным будет нечем практически дышать. Разве нет? Юлия, Юлия, как раз наоборот. Как раз наоборот. Чем больше пробок, тем больше загрязнения. Если человек едет 10 минут без пробок, он едет 10 минут, и двигатель работает 10 минут. Если час стоит в пробке, то двигатель в 6 раз больше выделит выхлопных газов. Кроме того, основное выделение выхлопных газов – это при разгонах. Именно пробки являются основным генератором загрязнения воздуха оксидами и диоксидами азота. Но все-таки будем думать, что этот мост все-таки поможет местным жителям и разгрузит магистраль. Спасибо. На прямой связи со студией был доктор технических наук Николай Вадь.